Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы посвящаем нашу встречу теме, которая не перестает быть актуальной. Мы поговорим с вами о читательской грамотности младшего школьника. Но прежде чем мы начнем разговор об этом, хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья. Крепкого здоровья вам, вашим семьям, вашим ученикам в нынешних условиях, когда идет такая массовая паника в связи с вирусом. Я очень надеюсь, что все вы здоровы, что все вы сегодня настроены на работу. Я жду от вас вопросов, я жду от вас пожеланий. И очень надеюсь, что мы поработаем с вами сегодня продуктивно. Итак, читательская грамотность как интегративный компонент функциональной грамотности. Сегодня мы действительно, эта тема, несмотря на то, что она звучит бесконечно, о формировании функциональной грамотности, что такое функциональная грамотность, как оценить, функционально ли грамотный наш ребенок, как увидеть, идет ли этот процесс. Вот сегодня мы об этом с вами и поговорим в очередной раз. Конечно, сегодня учитель начальных классов задает себе главный вопрос, что сделает детей успешным завтра. Ведь именно учитель начальных классов закладывает тот фундамент, который и будет той основой для того, чтобы ребенок наш был успешным в будущем, успешным, в достаточно сложном мире, для того, чтобы ребенок действительно нашел себя. И те умения, те навыки, которые мы даем, закладываем в начальной школе, они действительно помогли ему стать таковым. Конечно, мы живем в очень сложном мире, и сегодня мы понимаем, что треть навыков и умений, которые будут востребованы хотя бы в 2025 году, сегодня мы не рассматриваем их как критически важными. Сегодня, давайте признаемся честно, о многих профессиях мы даже не слышали, которыми предстоит овладевать нашим школьникам. И, конечно, для овладения, для успешности необходимы те навыки 21 века, которые помогут ребенку чувствовать себя уверенным в этом мире и двигаться вперед. Несмотря на то, что понятия формирования универсальных учебных действий, после которых мы можем поставить знак «равно» и приравнивать их к навыкам будущего, мы понимаем, какими навыками должен обладать сегодня ребенок, но все ли получается у нас с вами на уроках, все ли получается у нас с вами в практической жизни для того, чтобы эти навыки формировались. Давайте попробуем ответить на вопрос. Функционально грамотный ребенок, какой он? Когда задаешь этот вопрос родителям, то для наших родителей все равно не перестает быть актуальностью это чтение. «Мой ребенок умеет читать», значит, «мой ребенок грамотный». «Мой ребенок умеет писать», значит, «мой ребенок грамотный». Еще почему-то они очень гордятся, наши уважаемые родители, что дети умеют читать до ста, и это тоже один из критерий грамотного ребенка. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это далеко не так, что умение читать, да, это еще не является функциональной грамотностью ребенка. Умением читать это тоже не приравнивается к сформированности читательской грамотности. И сегодня мы с вами, в общем-то, об этом будем говорить. Формирование функциональной грамотности, этот термин был введен достаточно давно, еще в 1957 году. Тогда, в те времена, функциональная грамотность понималась как совокупность умений читать и писать для использования повседневной жизни и решения житейских проблем. И этот термин применялся в основном к взрослому населению, которое, в общем-то, было неграмотным. Сегодня мы говорим о другом понятии. В частности, я сегодня представляю научные идеи, научно-методические идеи Центра начального общего образования Института стратегии развития образования Российской академии образования, руководителем которого является Наталья Федоровна Виноградова. И как раз коллективом во главе с Натальей Федоровной было и разработано методическое пособие, методические рекомендации для учителей-практиков по формированию функциональной грамотности. Вот это пособие у меня сейчас в руках, оно у вас здесь на слайде. Это действительно та настольная книга, которая поможет учителю правильно выстроить систему работы по формированию функциональной грамотности младшего школьника. Так что же такое функциональная грамотность? Это понятие сформулировано Натальей Федоровной Виноградовой. Это способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в этой среде. Конечно, очень важно, как ребенок переносит те знания, те умения, которые он получает в школе в повседневную жизнь. Умеет ли он применять эти знания как в стандартной ситуации, так и в нестандартной, непредсказуемой ситуации. И если он действительно умеет ориентироваться, независимо от тех условий, в которых он оказался, и применять те знания, которые он получил, тогда мы можем говорить действительно о том, что ребенок наш взаимодействует с внешней средой, он адаптирован в ней и умеет функционировать. Составляющая функциональной грамотности, исходя из того определения, которое мы сейчас с вами обозначили, это прежде всего готовность взаимодействовать с окружающим миром, это готовность решать учебные и житейские задачи самостоятельно, я подчеркиваю. Мы сейчас очень много говорим о самостоятельности нашего младшего школьника. Это строить отношения внутри коллектива. Мы понимаем, что с каждым годом проблема коммуникации, она действительно встает очень остро. Очень много детей переходит на домашнее обучение именно по социальным причинам, по причинам, которые действительно не дают комфортной жизни в коллективе. Это дети, которые действительно сложно выстраивают эти отношения. Ну и, конечно, составляющая функциональной грамотности является рефлексивное умение. Ребенок, мы должны с вами научить ребенка объективно оценивать себя. Мы должны сформировать у него адекватную самооценку, умение видеть тот путь решения проблем, с которыми сталкивается ребенок, коррекции тех неудач, которые происходят с ним как в обучении, так и в обычной жизни. И сегодня я буду, конечно, опираться на те инструменты, которые выпускает в свет российский учебник, а именно систему учебно-методических комплектов начальной школы 21 века, руководителем которой как раз и является Наталья Федоровна Виноградова. В эту систему как раз и заложена система упражнений, система заданий, система выстраивания, обучения тем навыкам, которые как раз и будут складываться в функциональную грамотность. Во главе угла, в центре обучения, естественно, ребенок. Ребенок, а не учитель. Ребенок, которому мы научим добывать знания самостоятельно. Но добыть знания-то, к сожалению, мало. Нужно научить ребенка применять эти знания, как в повседневной жизни, так и в каких-то ситуациях непредвиденных. Это умение оценивать уровень своего незнания. К сожалению, дети приходят в школу либо с завышенной самооценкой, либо с заниженной самооценкой. И мы понимаем, что и то, и другое достаточно большая проблема. Как научить ребенка объективно оценивать уровень своего незнания и что с этим делать, как в дальнейшем выстраивать траекторию собственного самообразования. И, конечно, это ребенок, который готов к дальнейшему саморазвитию, у которого есть мотивация к этим действиям. Это очень и очень важно. Итак, добывая знания. Ведь очень важно, когда в учебнике выстроены системы упражнений, которые как раз и позволяют ребенку погрузиться в ситуацию необходимости добывать эти знания. Когда не дается материал в готовом виде. Когда создается проблемная ситуация, в которой оказался ребенок. И эта проблемная ситуация волей-неволей его погружает в исследовательскую деятельность, которая как раз и позволяет ему добыть ту или иную информацию, сделать тот или иной вывод. Ну вот мы видим пример из учебника русского языка Санислава Викторовича Иванова, где как раз исходя из наблюдений, да, ребенок наблюдает, как обозначаются буквами гласные звуки в корнях слова. Путем наблюдения он приходит к выводу, что оказывается безударный гласный звук А может быть записан буквой А или буквой О. Этот вывод он делает самостоятельно, не заучивая прежде всего правила, а он приходит к этому выводу сам. Добываю знания, но их нужно еще уметь применять, да. Да, мы видим, как дети достаточно успешно справляются с заданиями, направленными на работу с информацией. В частности, работа с таблицей, да, они ориентируются в таблицах, они умеют читать информацию. Но это привычная для них ситуация, эту таблицу они встречают где? На страницах учебника. И они работают с ней, и они действительно успешны. Но стоит изменить ситуацию. Они оказались уже не один на один с учебником, они оказались в повседневной жизни. Будь то аэропорт, будь то автовокзал, или может быть это расписание кинотеатра, где та же таблица, где нужно найти нужную информацию, да, где нужно эту информацию что? Интерпретировать, обработать, да, где нужно извлечь нужную информацию для решения дальнейшей житейской задачи. И вот здесь наши дети очень часто, они спотыкаются, да, они теряются, потому что они оказались уже в другой ситуации. Это не урок, это не учебник математики, а это совершенно другая ситуация. И вот наша задача, чтобы добиться того, чтобы был полный перенос, да, того, что дети делают на уроках, то, что они делают в школе, перенос в повседневную жизнь, чтобы они там видели, как применить знания, как решить житейскую задачу. И раз уж мы говорим сегодня о читательской грамотности как интегративном компоненте, уж позвольте мне тогда сказать о том, какие компоненты вообще включает функциональная грамотность. Конечно, это две составляющие – предметные компоненты и интегративные компоненты. Предметные компоненты, ну, как бы всё и так понятно, они созвучны с нашими предметами в начальной школе. Это русский язык, на котором мы формируем языковую грамотность, это литературное чтение, на которое литературная грамотность сформируется, математика математическая, и, соответственно, на уроках окружающего мира мы формируем, естественно, научную грамотность. Интегративные же компоненты включают в себя следующие составляющие. Это читательская грамотность, о которой мы сегодня будем более подробно говорить, это информационная грамотность, социальная и коммуникативная. И раз мы говорим об интеграции, то мы понимаем прекрасно, что независимо от предметной области, дети должны владеть теми навыками, которые они могут переносить с одного предмета на другой, независимо от того, с каким материалом они работают, это материал учебного текста или математического текста, или это художественный публицистический текст, или это инструкция к заданию, мы должны понимать, что у них сформированы навыки, они умеют работать с информацией, они умеют коммуницировать, тогда мы понимаем, что мы добились вот этой метапредметности, а значит сформирован интегративный компонент функциональной грамотности. Читательская грамотность. Несмотря на то, что в 2016 году Россия, сейчас я говорю о достижениях мировых, в общем-то показала лучшие результаты в мире, и международное исследование ПИРС, по итогам этого исследования Россия заняла первое место. Это действительно высокие достижения, но мы понимаем, что конечно же это выборка, не все четвероклассники участвовали в этих исследованиях, и конечно же, если говорить о проблемах российского образования, если говорить о тех проблемах, с которыми сталкиваются дети, участвуя во всероссийских мониторингах, таких как всероссийских проверочных работах, то здесь у нас, конечно, проблемы несколько другие. Итак, действительно первое место. Мы правда показали прекрасные результаты, но, как говорит Наталья Федоровна Виноградович, позвольте, я сегодня буду ссылаться часто на ее высказывания, не важно, какое место заняли, а важно, наверное, с кем мы соревнуемся. Конечно, не так все гладко, хотя динамика, она действительно существенная, и мы посмотрим, если, например, проанализировать результаты с 2001 года по 2016, эта динамика, она очень явная, да, то есть мы идем вверх, мы действительно добиваемся очень хороших результатов, и вот 2016 год, тому пример, мы заняли первое место. Но проблемы существуют, конечно же, существуют, и вот сейчас давайте выделим основные недостатки современного школьного образования, которые как раз и были выявлены в международных исследованиях. К сожалению, наши дети недостаточно владеют смысловым чтением, именно как метапредметным результатом. Не справляются с задачами на интерпретацию информации, недостаточно сформировано умение работы с моделями, то есть перенос информации на разные виды представления этой информации. Затрудняются решения задач, требующие анализа, обобщения, и, к сожалению, одна из болевых тоже точек, не умеют высказывать предположения и строить доказательства. И вот одна из проблем – недостаточное владение смысловым чтением. Почему? Потому что, к сожалению, всё-таки на уроках приоритет чтения отдаётся всё-таки художественному тексту. Если работая с художественным текстом, ребята определяют главную мысль, они учатся анализировать, они находят нужную информацию, они её интерпретируют, но стоит столкнуться с текстами другого типа, научно-познавательный, например, текст, и здесь уже трудно выделить научную информацию или описание, элементы фантастики, главную мысль текста. К сожалению, не понимают, что в тексте инструкция является главным для решения учебной задачи. Ведь не мне вам объяснять, что порой ребёнок не справляется с заданием не потому, что у него не сформирован предметный результат по математике или по русскому языку, а проблема в том, что неправильно, невнимательно прочитал инструкцию, где есть явные указания на дальнейший ход рассуждения, действий, и это не умение выделить из этой инструкции самое главное, дальше мешает ему справиться с заданием. В учебном тексте дети самостоятельно затрудняются выделить учебную задачу. В математическом тексте не видят, можно ли при выделенных условиях решить математическую задачу. Поэтому, исходя из этих проблем, можно сделать вывод, к сожалению, нет переноса навыков работы с художественным текстом, то, что достаточно успешно у ребят получается на уроках литературного чтения, нет переноса на осмысление других текстов. То есть мы не добились с вами этой метапредметности. И наша с вами задача развивать как раз способности выделять особенности текста и определять его тип, независимо от того, с каким текстом ребёнок работает. Ну вот давайте посмотрим один из примеров, который явно демонстрирует проблему, например, неумение работать с инструкцией, выделять то главное, которое поможет справиться ребёнку с заданием. Какая информация не потребуется для заполнения таблицы? И дальше идёт текст, который нужно внимательно прочитать, обработать, его интерпретировать и выделить информацию, которая не потребуется. Что большая часть детей будет делать? Я абсолютно уверена, что по ту сторону крана вы ответили, будут заполнять таблицу. Да, вы абсолютно правы, уважаемые коллеги. Есть таблица, есть информация, которую можно распределить в столбики, да, и именно этим большая часть детей будет заниматься. А здесь, оказывается, главное, да, не потребуется. То есть найти ту информацию, которую вы не будете вписывать в таблицу. Или вот, например, неумение выделять в правилах, да, в формулировках правил вот этих основных понятий того главное, что дальше ребёнку поможет. Вот одна из выдержек учебника русского языка. Открываем тайны языка про написание имён существительных. На конце имён существительных женского рода в единственном числе после шипящих пишется мягкий знак. Да, ребёнок прочитал это правило, он знает, что после шипящих в женском роде пишется мягкий знак. И он действительно это знает, и ночью разбудил, и он вам скажет это правило. Но главный акцент, на который он должен был сделать ребёнок, в единственном числе. Поэтому вывод Кости, у существительных женского рода мягкий знак пишется после шипящих на конце слова всегда, а у существительного мужского рода не пишется. И получается много туч с мягким знаком, много задач с мягким знаком. Ведь акцент был сделан у Кости на что? Женский род пишется, а мужской род не пишется. А вот единственное число Константин, к сожалению, пропустил. Вот, неумение выбирать то главное, что потребуется для дальнейшей работы. Или, например, в инструкции сказано, обведи номер глагола второго спряжения. Посмотрите, исходя из этого ответа, какой мы вывод можем сделать про нашего ученика? Ребёнок знает, как определить спряжение глагола? Знает. Ребёнок знает, какие окончания пишутся у глаголов первого спряжения и второго спряжения? Да, он абсолютно правильно вставил гласную в окончание. Но в задании-то было как обозначено? Обведи номер глагола второго спряжения. Ни одного обведённого ответа нет. О чём это говорит? О том, что невнимательно прочитана была инструкция и задание, по сути, не выполнено. Вот вам, пожалуйста, доказательства тех слов. Если мы с вами проанализируем результаты всероссийских проверочных работ, то есть от проблем мирового уровня, которые выявляются в международных исследованиях ПИЛС, давайте вернёмся к нашим ВПРам, которые мы в этом году должны будем писать уже пятый год. И, коллеги, я проанализировала все четыре года, начиная с 2016 года, те болевые точки, которые на всероссийском уровне высвечиваются. Несмотря на то, что наши задания практически не меняются, да, то есть, по сути дела, и структура работы, и содержание заданий по русскому, и по математике, по окружающему миру в целом не меняются. Проблемы остаются прежние. Если мы посмотрим по русскому языку, то болевые точки, меньше всего процентов справившихся правильно с заданием, это задание номер 6, задание 15.1 и 15.2. Здесь очень много, вот как раз идёт описание этих заданий, но в двух словах можно сказать о чём. О том, что, к сожалению, наши дети не умеют работать с текстом, выделять основную мысль и в письменном виде сформулировать эту мысль. К сожалению, наши ребята не могут переносить информацию, полученную, да, в жизненную ситуацию, используя жизненный опыт, то, о чём я сегодня говорила. А вот вам, пожалуйста, как раз и функциональная грамотность. То есть, в прямом смысле он может обозначить информацию, её объяснить, а перенести её на жизненную ситуацию уже не может. Давайте посмотрим, какие конкретно задания являются сложными для детей. Вот посмотрите задание номер 6. Что хотел сказать автор читателям? Определи и запиши основную мысль текста. И вот здесь уже выразить свою мысль, да, по том, что главное в тексте, в письменной форме – это проблема. Задание номер 15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употреблять выражение. Любишь кататься, люби и саночки возить. И здесь могут быть совершенно разные пословицы, и, к сожалению, дети спотыкаются. В прямом смысле скатился с горки и будь добр, саночки отвези наверх – это ребёнок себе представил ситуацию. А вот как её можно перенести на другую жизненную ситуацию, интерпретировать и применить в другой жизненной ситуации? Вот здесь мы уже этого делать не умеем. Если проанализировать болевые точки математики, то, уважаемые коллеги, из года в год проблема тянется одна и та же. Умение решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины, это овладение логического алгоритмического мышления, это, к сожалению, собирать и представлять, интерпретировать информацию – это тоже не получается в математической предметной области. А что такое текстовая задача? Это, опять же, текст. Уметь выделить это главное, уметь представить эту ситуацию, уметь её смоделировать, то есть перенести текст на другой вид модели, чертежа, уметь проанализировать эту ситуацию. Потом, пожалуйста, это опять что? Работа с текстом. И если мы посмотрим эти задачи, вот они, пожалуйста. То есть здесь не каждая задача даже требует арифметического решения, да, а где-то задача будет решена только благодаря тому, что нужно представить ситуацию, смоделировать, зарисовать или выполнить чертеж, только тогда будет понятен ход решения, да. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, такие задачи, как Аня пришла в магазин стройматериалов и купила 8 маленьких керамических плиток, каждая весом по 200 грамм, и ещё две большие одинаковые плитки. Сколько граммов весила каждая большая плитка, если общий вес покупки оказался равен 3 килограмма? Здесь одновременно идёт работа с величинами, что является тоже одной из болевой точки, и текстовая задача. А вот посмотрите, пожалуйста, одно из заданий, да, когда нужно, что уметь перенести текстовую информацию на план, уметь ориентироваться в эту информацию, уметь её анализировать, это тоже оказалось достаточно большой проблемой. Ну и вот, пожалуйста, ещё одна из задач, которая у нас тоже с года в год является самой сложной задачей, которая как раз решается через моделирующую деятельность, умение представить ситуацию, уметь её смоделировать, зарисовать, и только тогда найти ход решения задачи. Ну и окружающий мир, уважаемые коллеги, вот эти три нижние точки, которые показывают нам низкий процент выполнения заданий, говорят нам о том, что, опять же, наши дети не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака. Мы опять с вами говорим о чём? О работе с текстом, с информацией. Но здесь уже учебный текст. Найти это главное, вычленить, да, и работать с этой информацией для решения учебно-практической задачи. Вот вам, пожалуйста, пример задания номер 6. И здесь непосредственно умение работать с текстом поможет ребёнку справиться с этим заданием. Таким образом мы делаем с вами вывод, к сожалению, на конец 4 класса болевыми точками, да, несформированными умениями является что? Это недостаточный уровень сформированности мыслительных операций, анализ, синтез, сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей. А если проанализируем три остальных пункта, то вывод один. К сожалению, смысловое чтение, да, не сформировано на каком-то метапредметном уровне. И главная проблема – это неумение работать с текстом, это неумение работать с информацией, представленной в разном виде, будь то чертёж, модель или текст. Это неумение работать, неумение переводить информацию, полученную, да, в жизнь, в жизненную ситуацию, неумение интерпретировать эту информацию, используя как раз вот жизненный опыт. Вот, к сожалению, эти проблемы существуют. Значит, мы будем говорить с вами о том, что читательская грамотность, да, которую мы с вами позиционируем как метапредметный результат, да, как интегративный компонент функциональной грамотности, недостаточно сформировано у наших четвероклассников. Вообще, сочетание читательской грамотности появилось ещё в 1991 году, когда организация, инициировавшая ПИРЛС, искала понятия, определяющие чтение не только со стороны техники чтения, да, вы помните, те годы, это как раз главная у нас с вами была техника чтения. Вот эти несчастные 120 слов, которые ребёнок должен овладеть, да, эта техника, это было самым главным. Но вот тогда как раз и искали, да, что же мы подразумеваем читательской грамотности. И пришли к выводу, что это всё-таки возможность размышлять о прочитанном и использовать прочитанное для достижения личных и общественных целей. То есть то, что ты прочитал, ты можешь использовать в своей жизни. Вот что было главным. ПИРЛС – это международное сравнительное исследование качества чтения и понимания текста учащимся в начальной школе 4 класса. И согласно этому исследованию, читательская грамотность – это способность понимать и использовать письменную речь во всём разнообразии её форм для целей, требуемых обществом или ценных для индивида. На основе разнообразных текстов читатели конструируют собственные значения, они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в различных мероприятиях, сообществах для своего удовольствия. Если говорить о той формулировке, о тех понятиях, о тех составляющих, которые даёт Наталья Фёдоровна Виноградова, вот в том пособии, о котором мы сегодня с вами много говорили, то под читательской грамотностью понимаются следующие составляющие. Первое – это потребность читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития. Давайте признаемся честно, к сожалению, потребность в чтении очень низкая у наших детей. Информационное поле перенасыщено, и у ребёнка смотивировать его для того, чтобы он действительно сам взял книгу, понимая, что здесь из этой книги он узнает что-то для себя новое, интересное, которое поможет ему дальше быть успешным. Эта мотивация, к сожалению, слишком низкая. Очень мало семей читающих. Это, конечно, проблема семейная. Конечно, к сожалению, нашим дошколятам не читают родители сказки, не то чтобы даже днём, в свободное время, даже на ночь. То, что было раньше традиции семейной, на эту маму и папу нет времени. А именно вот это чтение приучает, возбуждает интерес у нашего ребёнка взять книгу в руки, полистать эту книгу. Вторая составляющая – это готовность к смысловому чтению. То, о чём мы сегодня говорили. Несформированность смыслового чтения именно на метапредметном уровне. Восприятие письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации, обобщение представленной в них информации. Ну и третья составляющая – мало только осмыслить, мало проникнуться тем, что ты прочитал, но нужно ещё и уметь найти нужную информацию, извлечь её для того, чтобы использовать её для решения учебных или практических задач. Уметь ориентироваться в этой информации, уметь переносить в обычную жизнь. Вот это очень важно. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно же, работа с текстом – это должен быть обязательно структурный элемент любого урока. Как бы мы ни понимали это, мы всё равно… Ну, наверное, основной урок, на котором мы работаем с текстом, это, конечно, литературное чтение. И вот здесь чётко мы должны понимать, что тексты на уроках окружающего мира, тексты на уроках русского языка, тексты на уроках математики, да, там мы очень много работаем с текстовой информацией, они также должны быть обязательным структурным элементом, и работа с ним должна вестись по определённому алгоритму. Три методических приёма выделяет Наталья Фёдоровна – это оживление имеющегося опыта детей. Очень важно, да, если уж мы хотим переносить вот эту информацию, которую ребёнок получил в тексте, в жизнь, то очень важно опираться на опыт детей. Это постановка мотива, обязательно должна быть целевая установка, для чего мы читаем, да, какую задачу, какой мотив мы для себя определяем перед работой с текстом. И очень важный такой приём методический, как наблюдение, наблюдение над текстом – это очень качественная такая продуктивная работа с текстом. Ну вот давайте посмотрим, опять же, оживление имеющегося опыта детей. Одна из страниц урока русского языка. Когда, посмотрите, пожалуйста, введение понятия родственных слов как раз основывается на опоре на жизненный опыт детей, да. То есть предлагается ряд слов. Снегурочка, снеговик, снегурочка, снегокат, снежинка, снежная баба – это всё, с чем ребёнок сталкивается в обычной жизни, причём в приятное времяпрепровождение, когда они строят снежную бабу, катаются на снегокате, да. И ребёнок, погружаясь в ту ситуацию жизненную, они приходят к какому выводу? Что все эти слова объединяет общая часть, связанная с чем? Со снегом. И это общая часть снега или снеж, которая является как раз вот общей частью корнем. И родственные слова – это слова, которые вот как раз имеют общее значение, которое заключено в эту общую часть. Мы этот вывод сделали исключительно, опираясь на жизненный опыт ребёнка. приём наблюдения над текстом, да, предлагая детям задачи, сравнить задачи. Сколько тетради по 15 рублей можно купить на 50 рублей? И вторая задача – какое наибольшее число тетради по 15 рублей можно купить на 50 рублей? Первое, что они вам скажут, что задачи одинаковые, да. Я вам больше скажу, иногда даже и взрослые, отвечая на этот вопрос, говорят, ну, одинаковые задачи. Но, вчитываясь, наблюдая за текстом, да, есть очень важный момент. Если в первой задаче спрашивается, сколько вообще тетради можно купить по 15 рублей на 50 рублей, здесь будет один ход решения и один ответ, «Их можно купить три». Если же мы говорим с вами «Их можно купить три, их можно купить две, на две можно купить тетради?» И одну тетрадь можно купить по 15 рублей. Но когда мы задаём вопрос, какое наибольшее число тетради, и тогда мы говорим только об одном понятии, самое большое число, да, и это будет ответ «три». Казалось бы, очень похоже тетради, но рассуждая, наблюдая за текстом, да, выделяя, вот найдя вот это главное слово, наибольшее число, которое, собственно говоря, и отличает вторую задачу от первой, а, соответственно, и ход рассуждений, и ответ будет совершенно другим. Ну вот похожие задачи встречаются в международных исследованиях ТИМС 2019 года. Вот, пожалуйста, перед вами демоверсия. И очень важно, да, конечно, если эти задачи, они в системе, они в ваших учебниках, это не разовое какое-то событие, когда вы пытаетесь разобрать с ребёнком. А с этими задачами ребята сталкиваются каждый день, а, соответственно, они справляются с ними достаточно просто. Итак, читательская грамотность, да, необходима для обучения и развития младшего школьника. Это действительно очень важная составляющая образовательного процесса, потому что именно формируя читательскую грамотность, мы взращиваем культурного человека, человека, который владеет общей культурой. Это, конечно, развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей, да, и, конечно, ну, освоение учебных предметов, предметные результаты, да, это тоже необходимо. И, конечно же, ребёнок, у которого сформирована читательская грамотность, который умеет работать с тем информационным полем, в котором он оказался, это, конечно, успешный ребёнок, в частности, и в любой предметной области. Обращаясь к ныне действующему стандарту, мы, да, говорим о том, что это действительно тот планируемый результат, без которого, ну, вот, который обязан достичь ребёнок, да, обучаясь в начальной школе. И вот пункт 11. Мы видим здесь прописано о владении навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Я подчёркиваю, различных стилей и жанров. Это использование различных способов поиска в справочных источниках, в открытом учебном информационном пострасте, в сети интернет. Это умение собирать информацию, обрабатывать её, анализировать. Это всё планируемые результаты, прописанные в стандарте. Если говорить о предметных результатах, там мы говорили о метапредметности, и как раз именно это является болевой точкой. Мы с вами убедились, это проанализировав результаты ВПР. Если говорить о предметности, то здесь мы говорим о достижении, необходимом для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть обладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литератур и веческих понятий. Итак, читательская грамотность, да, выделяем. Мы прекрасно с вами понимаем, что, конечно же, осмысление текста, добиться смыслового чтения невозможно без чего? Без техники чтения. Если ребёнок не овладел самим процессом чтения, поэтому это техника чтения, это смысловое чтение и использование информации, полученной из текста. Что же такое техника чтения, что мы сейчас под этим понятием подразумеваем? Это установление связи слова видимого и произносимого, слитное произнесение слогов, слов, предложений, соблюдение интенсионных правил чтения, ударение, паузы и другие. И, конечно, мы понимаем, что мы отошли с вами сейчас от этих норм, естественно, да, но мы понимаем, что овладением техникой чтения – это обязательный процесс, без этого, конечно, никуда. Вторая составляющая – смысловое чтение. В первую очередь, это понимание текста прочитанного самостоятельно, я подчеркиваю это слово. Ребёнок должен соотнести цель чтения и содержание прочитанного. Поэтому, как говорит Наталья Фёдоровна, не может быть чтение без целевой установки. Для чего я читаю эту задачу, да, на что я должна обратить внимание при чтении? Обязательно, да, ребёнок, ему поставили цель, и он соотносит то, что он читает, то содержимое, содержание с этой целью. Понимание и оценка главной мысли. Анализ особенностей построения и языка текста с учетом его типа. Поэтому очень важно научить ребёнка определять тип текста, да, для того, чтобы в дальнейшем работать с ним, исходя уже из этой типологии. Дифференциация главной и второстепенной информации. Ведь очень часто дети, да, когда мы ставим задачу, там, пересказ текста, воспроизведение текста, они выпячивают ту информацию, которая не является главной, да, существенной. О чём это говорит? О том, что ребёнок не дифференцирует, что же является основным, а что является второстепенным. Это рефлективный анализ, предполагающий сравнение своей точки зрения с мнением других читателей. То есть очень важно, когда вы на содержании какого-то текста устраиваете учебный диалог, когда у детей есть возможность высказать своё мнение. Оно должно быть своим, собственным мнением. Оно может отличаться от других, да. Это очень важно, когда у ребёнка есть право на своё собственное мнение, и его можно сравнить с другой точкой зрения. Ну и мы, конечно, понимаем, что очень важный этап, да, это восприятие текста. Восприятие текста, которое как раз и должно быть, должно сопровождаться чем? В первую очередь установкой на это чтение или слушание текста, да, вот эта мотивация, для чего я читаю. Эту установку он должен удержать до конца слушания или чтения и соотнести это содержание, то, что он читает или слушает. И, конечно, проявление муцентальной реакции, адекватное содержание воспринятого текста. Поэтому, когда вы открываете страницы наших учебников, то авторы, в общем-то, нам уже очень сильно помогли, да. То есть разговор перед чтением или вот эти установки перед чтением. Читая сказку, обрати внимание на ее героев. И ребенок уже концентрирует свое внимание на что? Именно на главных героев, да, и он уже, вот эта целевая установка у него должна удержаться до конца чтения. Читая стихотворение, обрати внимание, как автор описывает дружбу мальчиков. Ребенок концентрирует свое внимание на что? Именно на вот этом понятии в тексте. Читая рассказ, обратим внимание, с чего начинается история с яблоками, начало, ведь именно там заложена та главная информация, которую дальше ребенок будет использовать для решения других задач. В учебнике «Литературное чтение» Натальи Федоровны Виноградовой прекрасная рубрика «Разговор перед чтением», которая как раз и является той мотивацией чтения, для чего я буду читать, что я узнаю, с чем я буду дальше работать. Это здорово, когда это есть в учебнике, когда учителю не надо ничего самому изобретать. Почему я говорю «здорово»? Потому что действительно мы иногда, педагоги, сами вводим детей в неправильную сторону, о чем я говорю, о тех установках, которые мы даем нашим детям. Вот пример. Это действительно история из жизни, из практики одного из учителя. Эту историю я услышала от Натальи Федоровны Виноградовой. Пересказываю. На уроке изучалась басня Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука». И, конечно, учитель очень волновался, урок был открытый, но, тем не менее, перед чтением, все как положено, по методике, была установка на восприятие этого текста. Установка была следующая. Ну, возможно, я не процитирую, но смысл такой. Ребята, сегодня вы познакомитесь с новым произведением Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука». Просьба такая. Читая произведение, прислушайтесь к себе. Какие чувства вы испытываете, знакомясь с этим произведением? Дети прочитали басню, учитель задает вопрос. Ну что, ребята, что же вы почувствовали? В ответ тишина. Ребята не ответили на вопрос учителя. Учитель заволновался, задает вопрос. У нас же всегда есть дети, палочки-выручалочки, которые обязательно помогут нам вот в таких трудных ситуациях. И учитель обращается уже к девочке, уж не помню, там Настя, Полина, как звали девочку, и ты ничего не почувствовала? На что девочка встала, махнула рукой и сказала, что да жалко мне их всех. Учительница выдохнула, рук пошел дальше. Анализируя эту ситуацию, учитель задает вопрос. Что же пошло не так? Почему дети не стали делиться своими чувствами? Коллеги, я вам тоже задаю этот вопрос. Почему не стали? И наверняка, если бы мы сейчас с вами общались бы не в онлайн-режиме, я бы услышала от вас ответ. Ответ какой? О том, что какой жанр, с каким жанром знакомились дети, это была басня. Причем здесь чувства, о которых хотела услышать учительница. Конечно, нет. Это жанр, который не предполагает какую-то вот эту чувственную сторону. Это жанр, который направлен на что? Это высмеивание пороков, это мораль, это тот урок, который дети должны извлечь из этой ситуации. Это, как я уже говорила, да, это ирония, которая предполагает высмеивание пороков человеческих. Конечно, установка была неверная, поэтому ребята, в общем-то, и не поделились своими чувствами. И здесь, конечно, должна была быть другая установка. Ну, например, да, почему именно этих животных выбрал автор? Какова мораль этой басни или какой урок мы извлекаем? Была ли подобная ситуация, похожая ситуация у вас в вашей жизни, да, то есть вот вам перенос, перенос ситуации в жизненную, как ребенок оценит эту ситуацию, его оценочное осуждение мы здесь формируем. Поэтому, уважаемые коллеги, иногда вот эту дежурную установку про чувства, да, мы наших детей увозим совсем в другую сторону. Как я уже сказала, уважаемые коллеги, эта установка, они должны проявить эмоциональную реакцию, адекватную содержанию воспринятого текста. Поэтому эмоциональной реакции по поводу чувств не было, потому что эта установка не была адекватна содержанию текста, который они воспринимали. В учебниках Натальи Федоровны Виноградовой прекрасный инструмент, прекрасный инструмент такой, как smooth title, который является средством установления перспектив изучения учебного материала. То есть той мотивации, да, когда ребенок понимает, с чем он будет работать, для чего он будет это изучать, да, что он нового узнает. Вот он уже мотивация, он понимает, как, что его ожидает. И вот он, пожалуйста, здесь ребенок, дети знакомы с, да, с лирическими произведениями, они для себя определяют, что в этом разделе они узнают вообще, что такое лирическое произведение, какие произведения относятся к лирическим, зачем создаются юмористические стихи, какой вид деятельности будет ожидать ребенка в этом разделе, умение анализировать язык лирики, да, определять темы песен. То есть вот вам, пожалуйста, уже есть некая такая, нет, некий мотивационный такой, мотивационная составляющая, которая поможет ребятам в дальнейшей работе. Обращаю ваше внимание на то, что одним из составляющих, да, смыслового чтения – это умение определения типа текста, вида текста, да. И вот перед вами сейчас обложка тетрадей, которая называется «Смысловое чтение», тетрадь для четвероклассников, которые могут использовать учителя независимо от того, по какому комплекту вы работаете. И вот здесь очень много заданий как раз на определение вида текста, да, в частности, вот пример одного из заданий. Дети считают текст про ежика, а дальше определяют художный, познавательный и сказочный текст. Для того, чтобы определить вид текста, они должны вспомнить характеристику каждого, да, какой текст называется художный, какой познавательный, какой сказочный. Применить эти характеристики согласно данному тексту, с которым они работали, и определить, какой характеристике подходит данный текст. Несмотря на то, что героем текста является еж, мы понимаем, что ничего сказочного, ничего такого необычного не происходит, никаких событий таких, значит, это не сказочный текст. Мы не видим здесь развития событий, повествование, значит, это тоже не художественный текст, а вот то, что мы узнаем, какую-то информацию, пусть даже она является неким таким мифом, но он является познавательным. Задание, например, на определение типа текста повествования, рассуждения, описания. Опять, как ребенок определит? Прочитав текст, он вспомнит характеристики каждого вида, а дальше уже применит, будет применять согласно того, что он прочитал, проанализировав и сделав вывод, что этот текст является описанием согласно той характеристике, которую он дал. Такой методический прием, как анализ и поиск недостающей информации. Здесь тоже очень важно умение определять тип текста. Посмотрите, пожалуйста, что этот текст делает незавершенным, что отсутствует в тексте. Дети читают текст, это текст математической задачи и действует по алгоритму. Первое, определяют тип текста, это математический текст. Да. Дальше вид текста. Ведь математический текст, это может быть и правило, это может быть какой-то алгоритм, это математическая задача. Дальше они вспоминают структуру математической задачи, что задача состоит обязательно из условий вопроса. И согласно этой структуре мы видим, что условия у нас есть, присутствуют, но не хватает вопроса. Посмотрите, пожалуйста. Казалось бы, задание не очень сложно, они и так бы вам сразу бы ответили о том, что здесь нет вопроса, это понятно. Но анализировав это задание с точки зрения чего, какой это текст, а если это математическая задача, какова структура этого текста, мы приучаем детей оценивать тип текста с точки зрения его принадлежности. Анализ и поиск лишней информации. Это все задания, которые предлагаются из этой тетради. Посмотрите, пожалуйста. Дети анализируют текст, и им нужно определить, какая его часть обычно не встречается в письме. Какой алгоритм для выполнения этого задания? В первую очередь, естественно, читают текст с какой точки зрения? С точки зрения определения типа текста. Приходят к выводу, что это письмо, а значит, это текст повествования. Дальше вспоминают, какова характеристика данного текста как типа. Вспомнили. Дальше анализируют текст, сравнивают его и приходят к тому, что есть лишняя информация, которая в повествовании не используется. Ну, конечно же, в письме, в котором мы описываем, как мы проводим свой отпуск, мы не будем писать такие точные сведения, как площадь Черного моря, его глубина и так далее. Это, естественно, информация, которую можно встретить в справочной литературе, в информационном тексте, но никак не в повествовании. Опять идет от чего? От определения типа текста. И вот похожее задание, да, каких данных нет в тексте, нужно определить с точки зрения, это географических, природоведческих или исторических. Проанализировав данный текст про Льва Николаевича Толстого, ребята приходят к выводу. Опять же, каким образом? Сначала они определяют, какие сведения мы можем назвать географические. Это сведения, которые описывают что? Местоположение. Здесь есть эта информация. Природоведческие, когда описываются картины природы или та местность, о которой идет речь. И исторические, это то, что связано с биографией Льва Николаевича Толстого. Дети приходят к выводу, да, про исторические сведения присутствуют, а вот описания, да, той местности с точки зрения природы, их нет. Поэтому именно этой информации и не хватает. А дальше делают выводы. Соответственно, если присутствуют у нас географические сведения, если присутствуют исторические сведения, то их можно использовать для написания биографического очерка, но никак не стихотворения или фантастического рассказа. Вот такая глубокая работа проводится. Мы говорили о том, что, к сожалению, наши дети не всегда умеют определять и формулировать темы текста и главные мысли текста. Что касается художественных текстов, здесь, конечно, проблем нет. И, как я уже говорила, что все-таки главная работа ведется на уроках литературного чтения. Здесь различные приемы вы используете, да, и какая пословица выражает главную мысль, это частенько встречается в разных учебниках, да. И, по сути дела, здесь дети не испытывают определенные трудности. Но если мы говорим с вами о научном тексте, да, то вот здесь уже все гораздо сложнее. Почему проблемы с заданиями по окружающему миру? Потому что там дети работают с научным текстом, с учебным текстом. И здесь выделить уже главную мысль – это очень сложно. Тема научного текста – это основное утверждение, которое доказывается. А главная мысль, она чаще всего либо совпадает с темой, либо является ее частью. Ну вот давайте посмотрим окружающий мир. Текст «Звери или млекопитающие». Этот текст представляет основные характеристики представителей класса животных, да, и приводит доказательства того, чем звери отличаются от других классов. Анализируя этот текст, дети приходят к какому выводу? Что главная мысль подтверждает тему, что слова «звери» и «млекопитающие» являются, естественно, научными синонимами. Или, например, математика, да. Вот, пожалуйста, коллеги, почему, да, наши дети заучивают, да, сочетательные свойства сложения, умножения, распределения. Они знают эти законы, они нам проговаривают эти правила, но скажите мне, пожалуйста, используют ли они эти правила? К сожалению, не всегда. Да, предлагая детям правило умножения суммы на число, ребенок нам абсолютно четко расскажет, что при умножении суммы на число можно первое слагаем умножить на число, потом второе слагаем умножить на число, и полученные результаты сложить, да. Но, к сожалению, дети не всегда используют, как я уже сказала. Почему? Потому что не видят главной мысли. А главная мысль заключается в чем? Что использование правила делает вычисление рациональным. Не видят они эту рациональность, как можно быстрее посчитать, да, найти значение выражения. Вот вам, пожалуйста, сейчас мы уже говорим с вами о чем? О метапредметности, да, о том, что главная мысль, это умение должно быть сформировано независимо от того, с каким текстом ребенок работает. Это художественный текст, или это математический текст, или это учебный, информационный, или научный текст. Ну и еще одна составляющая, мы говорили о том, что, к сожалению, наши дети не умеют интерпретировать, толковать текст, да, не умеют переносить информацию в жизнь. Ну вот такие задания, когда мы предлагаем детям предположить содержание по заглаве. Это как раз и идет интерпретация, да. Представь содержание математической задачи по ее названию. Увеличиваем в два раза. Анализируем заглавие, а дальше рассуждаем, что может быть в этом тексте, выстраиваем последовательность и получаем задачу вот такого типа. Или предположите, какое может быть содержание в тексте на тему «Япония – страна восходящего солнца» и так далее. И вот задание, вот посмотрите, я уже переключилась в область окружающего мира, да. Предположите, какое содержание можно представить, чтобы написать текст на тему «О летописях и летописцах». По какому алгоритму мы должны с вами работать с нашими ребятами? Первое. Ну, конечно же, оживление имеющихся знаний по обсуждаемой теме. Мы помним с вами о том, что мы опираемся на жизненный опыт детей, да. Что дети знают о летописях и летописцах? Дайте возможность высказаться ребятам, каждому ребёнку, да. Возможно, эти знания будут немножко искажены, они не всегда будут правильными. Ну, пусть эта возможность у них должна быть. Дальше. Ограничение информации. То есть, естественно, из того, что мы получили от ребят, нужно выделить то, те сведения, которые соответствуют предложенной теме, да. Должно быть сказано, что такое летопись, кто её вёл, кем были летописцы, почему летописи были рукописными и как они оформлялись, да. Однажды я услышала ответ, кто такой летописец, тот, кто рассказывает о лете. Может быть такой ответ? Да запросто может быть, да. Но ребёнок, высказав такое предположение, он должен услышать другие мнения, да. Согласиться, не согласиться, а дальше всё равно прийти к правильному ответу. Дальше. Из того, что мы отобрали, да, самое главное. Мы выстраиваем отобранную информацию по степени важности для раскрытия темы. Составляем план и впоследствии уже получаем вот текст на тему о летописях и летописках. Мы должны чётко понимать, что умение интерпретировать информацию, толковать текст, да, это умение формируется от умения отвечать на те вопросы, которые мы предлагаем детям. И вопросы эти, конечно, должны быть разные. Начиная как бы в начале этого пути, когда мы формируем у детей умение вот как раз работать с информацией, то это, конечно, очень важные вопросы по содержанию. В первую очередь мы должны научить детей ориентироваться в тексте, находить нужную информацию, то есть вопрос, который подразумевает информацию в явном виде. Что в тексте помогает ответить на вопрос? Ну, такой-то вопрос. И ребёнок ищет конкретное предложение, которое отвечает на данный вопрос. С какого события всё началось, да, это вопросы, которые мы задаём в начале нашего пути формирования как раз этих умений, да, то есть ребёнок непосредственно ищет информацию, которая содержится в явном виде. Следующий как бы тип вопросов, который подразумевает уже некий поиск причин. А почему это произошло? Какие события побудили к этой истории, да? Почему произошли эти события? То есть ребёнок, вопрос, почему, предполагает что? Анализ этой информации, да, его собственное видение, почему это случилось, да, его отношение к этой ситуации. И вот здесь мы уже говорим о чём? Здесь не работа с информацией в явном виде, а здесь уже что? Аналитическая работа. Ответ на вопрос предполагает что? Анализ, да, собственное мнение, предположение и так далее. Ну и, конечно же, проблемные вопросы, которые уже предполагают что? Которые предполагают поиск информации, которые предполагают сравнение информации, которые предполагают ответ на действительно проблемный вопрос. Вот вам, пожалуйста, такой пример из окружающего мира, когда дети работают с таким достаточно сложным текстом. Проблемная ситуация. Справедливы ли для сегодняшнего дня слова, сказанные Михаилом Васильевичем Ломоносом в XVIII веке? Повелитель многих языков язык российский, не только обширностью мест, где он господствует, но и купно и своим собственным пространством, и довольствием велик перед всеми в Европе. Вот такой сложный текст. Конечно, сложнейший текст. И вы выстраиваете работу с этим текстом тоже по определенному алгоритму. Первое. Ребенок должен осознать, все ли понятно в тексте, выяснить значение непонятных слов. А вот они подчеркнуты не только, но и купно, совокупно, вместе, совместно, довольствием, это содержанием. То есть мы привлекаем дополнительные источники, мы ищем эту информацию, мы определяем. Дальше мы определяем тип текста, это обязательно текст, который содержит элементы рассуждения, вспомнив типологию текстов и характеристику. Дальше мы переводим информацию на современный язык, найдя определение этих слов, выделяем главную мысль, высказываем свое мнение о возможности отнести автора к сегодняшнему дню. И после этого мы с вами доказываем, что вот вам, пожалуйста, дальше у нас уже текст идет из Конституции Российской Федерации о государственном языке, что действительно государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Вот вам, пожалуйста, сейчас я, конечно, осуществила этот алгоритм буквально за несколько секунд, да, но это достаточно глубокая работа, аналитическая работа со сложным текстом. Но здесь уже мы говорим о наших старшеньких, о четвероклассниках, да, о которых уже на данном этапе обучения сформированы те умения, о которых мы говорили. И поэтому, уважаемые коллеги, конечно, мы должны понимать, сформированы ли они или еще нет, как идет процесс формирования этих умений, какие объекты контроля мы выносим для того, чтобы понять, идет ли, да, этот процесс, на каком он этапе, на что нужно обратить внимание. Три группы объекта контроля. Первая группа, да, которая подразумевает, что научили мы наших ли детей читать и понимать тексты, включая и учебные, в том числе, и сегодня мы как раз говорили о разных типах текстов. Что именно? Воспроизводить и использовать информацию, представленную в них в явном виде, то есть вопросы, задания, которые к тексту предлагаются, подразумевают что? Поиск информации в самом тексте в явном виде. Вторая группа умений – это умение обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разном форме. Что это значит? Это когда мы предполагаем уже поиск причин, это когда аналитическая работа, и ребенок сам делает собственный вывод, доказывает свое предположение, например, примерами из текста. И третья группа умений, то, о чем мы говорили, да, которая является составляющей читательской грамотности, это как раз когда ребенок использует информацию, которую он получил из текста, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Возможно, применив дополнительные умения, да, там, вычислительные навыки, если мы говорим об области математики, или умение работать со справочной литературой, если ему нужно найти какое-то объяснение слова. Это уже решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, и, возможно, житейских задач. И вот здесь, уважаемые коллеги, наши авторы, да, разработали такой инструментарий, работа с текстом и информацией со 2 по 4 класс. Конечно, мы понимаем, что в первом классе мы не будем говорить о том, что мы отслеживаем, да, насколько сформирован рановато еще. А вот начиная со 2 класса, да, мы можем уже этот процесс запустить и оценивать, да, как идет формирование вот этих умений, о которых мы сегодня с вами и говорили. Вот эти три обложечки тетради перед вами. Еще раз повторяю, что это инструментарий абсолютно универсальный, да, независимо от того, что я сегодня все-таки акцент делала на систему учебно-познавательных комплектов начальной школы 21 века, как, собственно, инструмент формирования функциональной грамотности, в частности, мы говорили сегодня о читательской грамотности. То это абсолютно универсальное пособие, которое вы можете использовать, независимо от того, по какому комплекту вы работаете. Ну вот пример, да, давайте посмотрим сравнение 2 класс, да, посмотрите, какой текст предлагается. Информационный текст, то, что вызывает определенные сложности наших ребят, у наших ребят, да, уголок дедушки Дурова. Ребята получают информацию об этом театре, информация достаточно интересная, но и в то же время сложная. А дальше предлагаются задания. Ответь на вопросы и выполни задание. Запиши, когда был создан уголок. Ребенок возвращается к тексту, и этот вопрос предполагает что? Поиск информации в явном виде, то есть первая группа умений. Да, эта информация присутствует, ему нужно только найти его и записать ответ. Задания же подобные. Запиши, в чем состоит особенность метода дрессировки Дурова. Этот метод очень подробно описывается, и также ребенок берет информацию в явном виде. А вот если дальше мы будем двигаться и прочитаем уже текст, посмотрите, об аттракционе с участием живых мышей. Посмотрите, здесь уже такая информация идет. Продолжительность аттракциона, рекомендуемый возраст, информационный в чистом виде текст, стоимость билета, ряды и места в билетах не указываются. То есть прям четкая информация об аттракционе. И вот посмотрите, какие задания предлагаются. Например, Алиса считает, что в аттракционе однажды на мышиной планете артистами являются только мыши. Согласишься ли ты с ней? Да или нет, ребенок выбирает. А вот дальше он доказать должен свой ответ. И здесь уже что? Идет аналитическая работа, выводы собственные. А значит, это уже вторая группа умений, когда на основе того, что ребенок прочитал, он выражает свое собственное отношение, вывод к этой информации и вот предводит доказательства. А вот если мы посмотрим, например, на задание номер 9, уважаемые коллеги, верно ли что? Продолжительность аттракциона увеличилась. Объясни свой ответ. И ответ, к чему должен вернуться ребенок? Он должен вернуться к этой информации. Дальше читать, вот посмотрите, правила посещения аттракциона. И вот здесь он должен доказать, выполняя некие вычисления. А значит, ребенок решает учебно-познавательную задачу. То есть он выполняет некие вычисления, таким образом доказывая свой ответ, что продолжительность либо увеличилась, либо нет, он выполняет практическую задачу. Это уже третья группа. Или вот, например, задание номер 10, тоже посмотрите. Здесь уже умение что? Работать с информацией, представленной в каком? Совершенно в другом виде, в виде плана. Читать эту информацию, да? То есть это уже не работа с текстом, а тоже решать учебно-познавательную задачу. Это третья группа умений. Ну и если мы заглянем в тетрадь для четвертого класса и сравним текст, естественно, текст гораздо сложнее. Вы видите, что здесь, посмотрите, тоже текст информационный, который содержит и таблицу, да, и различные цифровые, числовые, простите, данные. И задания, которые предлагают авторы к этому тексту, посмотрите, вот они перед вами, три группы этих умений. Задание номер 2, простите. Задание номер 2, это перечисли признаки зрелости грэпфута. И если вы сейчас прочитали бы этот текст, то они в явном виде присутствуют. Нужно просто их найти. А вот задание номер 1, как раз ко второй группе умений. Когда нужно что? Представить информацию, с которой ребенок работал в тексте, уже в другом виде, в виде рисунка. Проанализировать, представив и зарисовать. А вот задание номер 3, это как раз третья группа, когда ребенок, сочиняя собственный текст со словами на рентген и горечь, то есть решает учебно-познавательную задачу. Трудности есть, конечно, но если эту работу вести коллеги сначала, не в хаотичном, в таком виде, а систематичном, то эти трудности можно избежать. И дети к концу 4 класса, уважаемые коллеги, конечно же, выйдут на те же ВПРы, уже с формированными умениями работы с текстом и информацией. Есть еще инструментарий, позволяющий оценить читательскую грамотность. Это тетради из серии РАО, Российская Академия Образования, наших же авторов, литературное чтение, 2-й, 3-й, 4-й класс. И вот здесь эти пособия можно как раз использовать как тренировочные задания, хотя они позиционируются как итоговые, но работать их достаточно много, их можно использовать как текущие работы, которые помогут вам выявить эти проблемы. И, собственно говоря, дальше устранить. Ну, об этой тетради мы с вами уже говорили. И, конечно же, коллеги, эта работа продолжается во внеурочной деятельности. Я имею в виду работа с текстом, работа с информацией. Вот в серии школы Эрудита 21 века, это занимательная математика, очень много заданий, которые как раз помогают ребенку использовать информацию в различных ситуациях, применять ее в жизненной ситуации, и познавательная история о русском языке. Эту всю информацию вы найдете об этих пособиях на нашем сайте, сайте российского учебника. Вот этот слайд, обновленный слайд с некими координатами, а именно, да, методическая поддержка. Телефон горячей линии, по которому вы можете задать любой вопрос. Я надеюсь, получите любой ответ, который поможет вам разобраться с какими-то трудностями. Это телефон горячей линии по России, он перед вами. Это телефон горячей линии по Москве. Это электронный адрес helpsobaka.ru. Это адрес нашего сайта. Ну, раз вы сегодня со мной, значит, этот адрес вам известен. И наверняка у вас есть свой личный кабинет, который помогает вам взаимодействовать с нами. Ну и, соответственно, да, возможности покупки. Отдел продаж, в который вы можете позвонить или написать, и задать определенные вопросы. Ну и мой личный адрес, и мой личный телефон. Я думаю, что вы уже прочитали. Зовут меня, Оксана Владимировна Зубаирова. Я как раз занимаюсь именно дошкольным и начальным образованием. И, пожалуйста, вот вы можете обращаться с любой просьбой. Я пытаюсь переключиться на наш чат. Вот вижу очень много слов. Спасибо, спасибо за интересную подборку материалов. Не вижу вопросов, полезной информации. Я очень рада, коллеги, что я оказалась вам полезна. Дмитрий, мне кажется, вопросов нет, да, кроме как вашей благодарности. Мне очень приятно, что действительно наша встреча была полезна. Если вдруг возникнут вопросы у вас, потом, когда почувствуете послевкусие, то, пожалуйста, пишите. Адреса явки пароля я вам обозначила. Всегда рады взаимодействию с вами, уважаемые коллеги. А я еще раз хочу пожелать вам крепкого здоровья, сил, творческих побед и всего самого-самого доброго. До скорых встреч. А встреча у нас действительно скоро. И я хочу проанонсировать апрельскую нашу работу. В частности, в том числе и о проблемах в ВПРах мы будем говорить. Мы запускаем с 1 апреля онлайн-уроки. И здесь я, уважаемые педагоги, приглашаю ваших учеников. Поэтому от вас будет зависеть, как вы сориентируете ребят на наш сайт. Потому что с 1 апреля мы запускаем цикл онлайн-уроков именно по подготовке к ВПР. Сейчас вот как раз такая пора. Пока мы не знаем, когда мы их будем писать. Но я думаю, что мы их все равно будем писать. Поэтому мы со своей стороны хотим облегчить вашу участь. Находясь сейчас в условиях карантина. И предлагаем вам, вашим ребятам, поучаствовать в этих онлайн-уроках. Где мы будем подробно разбирать как раз задания. В частности, те трудные задания, о которых я сегодня говорила. Мы предложим свои инструменты, пособия. Которые вы можете также использовать для этой подготовки. Систематизации, некой систематизации тех знаний, которые вы дали своим ребятам за 4 года. Тех умений, которые вы их научили. Поэтому заходите на сайт, смотрите за расписанием. Это расписание будет вывешено на наших страницах. И приглашаю вас к работе. Еще раз спасибо вам. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok